Привет, ребят! Сегодня у нас в гостях Андрей Гапонов, создатель группы Смотра РСи и владелец команды Смотра РСи. Привет, Андрей, расскажи про себя, про то, как ты начал заниматься РСи Дрифтом. Я начал заниматься РСи Дрифтом с того, что... Сука! Я забыл! Извините, Игорь. Сейчас. Я начал заниматься РСи Дрифтом с того, что, значит, ходил я, гулял по Воробьевым Гарампом, по Смотровой площадке, да, по территориям ГУИ, я увидел, так сказать, то, что люди катают на, так сказать, РСи Дрифт-моделях. Мне стало интересно. Я, так сказать, спросил, что это за модели, где их можно купить. На тот момент был очень популярный магазин РСи Моторс. Вот. Я заказал у них свою первую шайс, это был рыболет HSP Flying Fish. Вот. На ней я покатал два, может быть, там, три раза. Она, конечно, ехать не могла, я не смог пройти вообще ни единого поворота на осмотре. Руки? Это не руки, это рыба. Она была коллекторная, на гидриде и не надо. Ну и плюс руки, опять же, я тоже новичком был, да. Давай дальше, на куренье. Вот. После чего я ее, так сказать, положил дома на полку и купил себе Multi-Magic E4D. Вот. На Мэйджике я откатал два или даже три сезона. То есть, ну, шайс была, реально, как бы, хорошая. По смотре очень хорошо, так сказать, шла, за счет, так сказать, ее развесовки, за счет ее конфигурации, за что это ее, как бы, полтоса, но небольшой КС там есть все же. Я поставил на нее БК, поставил новую серву, новую электронику. Ну, я понял, про всякие модификации дальше. Да. Вот. И потом-то, кстати, я уже думаю, что электроника у меня стоит топовая и мне надо, соответственно, тюнить самую шайс. Я начинаю искать тюнинг на T-Mage E4D. Вот. Ищу eBay, ищу Алиэкспресс, смотрю всякие заграничные сайты, нигде ничего нет. Вот. В итоге я натыкаюсь на один сайт в Польше, вот. И уже собираюсь заказывать, когда мне выскакивает какое сообщение. Куда вам доставку? И только города Польши. То есть доставка получалась только по Польше. По Польше. По Польше, да. Вот. То есть, ну, смешно реально. Я думаю, так, ну, каждая, так сказать, там, поломка так доставлять тоже не делала. И я продаю Magic и покупаю МСЦ FS01D. Угу. Угу. Передиматорное шасси. Угу. 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 Ну, я купил у RC Drift Orange, MST3xDPro HD. Вот. Это как раз таки вот эта шасси? Да. Нет, это брошка, это брошка HT, которая идет с другим вариантом подвески. А, ну хорошо. Вот, подвеска мне ужасно не понравилась по настройке, она очень хорошо, так сказать, отрабатывает, она дает больше выворот, но по настройке ужасно неудобно. И спустя некоторое время я понимаю, что пластиковое шасси, так сказать, ну, не дело, она постоянно сыпется, как бы, ну, у них некоторые узлы, так сказать, сыпятся, потому что, ну, пластиковый, да. Вот, и опять же, меня уже HT-подвеска до такой степени задолбала, что я продаю прошку и беру себе випку не HT. Взял ее, может быть, буквально месяц назад и очень я недоволен. Ну, как раз таки, это шасси, так я понимаю? Да, это вот это вот шасси. Ага, ну хорошо, ладно, Андрей. Андрей, еще, кстати, расскажи про свою команду. Как-то вот, кроме группы, ты решил развивать и команду? Значит, дело было так. В прошлом году, в 2014 сезоне, летнем, мы проводили, соответственно, на осмотре, несколько, так сказать, пати для развития группы. Без, это были не пати, это были некие, так сказать, сходки, куда приходило максимальное количество людей, 50, 60, 70, 80 даже человек там доходило до такого. Вот, хоть был бесплатный, и, грубо говоря, никакой, так сказать, программы не было. Просто народ собирался, как бы, вот, ну, как бы была организация, то есть, приглашались, так сказать, полностью команды, приглашались, так сказать, там, фотографы, видеооператора, и, соответственно, все это проводилось. Очень было весело, очень много народу, хорошо проводили время, вот. А сколько было примерно человек на таких пати? На первой пати было, было все две пати. На первой было в районе 40-45 человек, на второй чуть больше 500. Ну, много было человек. Ну, достаточно, да. Очень много, то есть, ну, в 14 сезоне и на СДЦ, как бы, на каждом этапе было. Ладно, это я понял только, что было очень много пати, а именно, вот, как команда? На втором пати приехал Диман тогда, вот, и, так сказать, ну, так сказать, ну, подружились, так сказать, неправильно будет, познакомились, стали очень хорошо общаться, вот. И поняли то, что надо пока что развивать активную группу, вот, и стали, соответственно, где-то там до Нового года развивать группу. Достигли на тот момент план, где 1500-1600 участников. Не, ну, блин, я понял, как бы, что-нибудь про группу. Короче, группу мы развили, да, нормально, так сказать, чтобы можно было уже, так сказать, ну, более-менее народ, она знала, кто мы такие, вот. И потом, соответственно, мы, так сказать, нас приглашает Саша Джасан в команду, вот. Мы вначале соглашаемся, там где-то в районе двух недель мы, так сказать, находимся, но, поняв политику, как бы, команды, ну, можно сказать, не сошлись бы, сказать, неправильно. Ну, захотели свою команду, наверное, так сказать, правильнее будет. Вот. И, значит, так сказать, понимали то, что мы с Матрак как БРЦ, да, и за дизайн кузовов был, так сказать, взят автомобиль, так сказать, Ерика Давидовича. Расскажи еще, вот, на самом деле, как ты говорил, ну, вот, ты создал группу, да? Да. И это, ну, допустим, почему ты не сделал какое-нибудь другое название, например, а именно, вот, Смотра. Объясню. Подожди, сейчас, да. Ведь ТРАСС, ну, не вы, вроде бы, делали. ТРАСС существует вообще с, какого-то, восьмого или девятого года, то есть очень давно. Но все, как бы, уже очень сильно привыкли к названию группы. Менять название группы после, так сказать, того, что она просто существовала полтора года, как Смотра, там, РЦ или РЦ или Смотра, ну, не забываю. Ну, было бы нелогично, потому что, ну, как бы, представь, допустим, есть сообщество, и зимы, да, а завтра оно, там, один, два, три гараж, и уже, как бы, ну... А, ну, хорошо, понятно. Это не есть хорошо. Кстати, парни, если вы знаете, кто нарисовал Смотру и вообще сделал там ТРАССу, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот. Ну, хорошо. Давно это было. Ну, все равно уже, может быть, кто-нибудь знает. Ладно, Андрей, а вот как начал вот это все развивать? Ну, свою команду, людей, и людей находить вот это все. Скажу, что, про трассу, одну интересную вещь. ТРАССа была перед этим, первый год она была нарисована мелом. И каждый раз, когда в 2008-2009 году это было, она каждый раз перечерчивалась. То есть конфиг очень долго прорабатывался. Но, значит, за счет чего получилась такая длинная прямая? Это вообще уменьшенная копия туринговой трассы. Вот это поворот! У нас есть идея вообще в 2016 году нарисовать новый конфиг, который будет, так сказать, больше под КС и РВД. Потому что, ну, как бы, эта тема хорошо развивается. Я считаю, что, ну, это более копийно, наверное. Ну, мне кажется, знаешь, трасса эта, блин, трасса же нарисована уже не мелом, и она не сотрется за год. Есть идея переложить асфальт, но пока что в планах. Пока что думаем, возможно, но ничего обещать не буду. Ну, хорошо. Будем стараться, будем договариваться. Слушай, Андрей, как я знаю, у тебя еще есть, точнее, не у тебя, а именно смотри, есть свой магазин. Да. Есть магазин смотри RC-шоп, который, так сказать, в основном занимается, так сказать, продажей SAKUR D4 в России. И различные, так сказать, продукции от таких брендов, как Томия, Микуни, Спидвейпол, Урлюрас. Вот. Фермы, которые мало представлены в России в больших магазинах. То есть, допустим, вот Кузова. Андрей, как я знаю, у тебя есть свой, точнее, не свой, а магазин смотри RC-шоп. Почему ты решил сделать магазин? Ведь много, допустим, магазинов есть в России. Там RC-дрифт-оранж, там Изи-мейт, еще многие разные. Мы поставляем эксклюзивную продукцию из Японии, которой нету нигде в других местах. То есть, вот, допустим, All4RC там, да, они, допустим, поставляют ABC-хобби, допустим, Кузова. То есть, они есть, там, примерно, только у них. Поэтому, если кто-то хочет купить в России, они приедут и купят к ним. Но, вот, допустим, у нас также, например, с продукцией от Tami, допустим, Кузовами, или дисками Микуни. То есть, также поставляем фирмы, как Юрас, Спидвейпол, еще разные фирмы. Ну, как бы, это не суть важная, это у нас сейчас, как бы, не на этом интервью. Почему ты решил, ты? Решил, потому что я, как бы, вижу, что у нас на российском рынке очень мало товара, как бы, есть ассортимент, то есть, у всех каких-то Моторс, Пилотаж и RC-го, у них, как бы, совсем сужены, там, и HPI, там, Мэйджики, там, и так далее, это вообще как-то. Ну, хорошо. А магазины, типа, All4C или же, я смотрю, Торрендж, они поставляют только часть. Все же хочется видеть больше ассортимент, и если будет в разных магазинах, ну, кто-то хочет, допустим, к себе кузов, допустим, BRZ от ABC, кто-то хочет, допустим, от Tami, вот. И, допустим, хочет у него обвес чисто под ABC или чисто обвес под Tami, и он не может купить кузов ABC и забацать, допустим, обвес от Tami, под Tami. То есть, как бы, ну, нелогично это. Поэтому, почему бы и нет, как бы. Ну, хорошо, ладно, Андрей, я понял тебя. Слушай, а вот, наверное, многим интересно, а вот, ну, Давидович вообще сам, вот, Эрик Давидович, кто-то создал Смотру. Смотру как бы. Да, кто-то создал Смотру и был основателем. Он вообще знает про вашу команду? Скажу так, командный кузова он видел вживую, видел командные кузова, с шайскими, разумеется, вот. Тема его заинтересовала, так сказать, тема Смотра-РЦ есть на сайте Смотра.ру, на форуме, так сказать. Вот. Да, Эрик в теме, Эрик знает, вот. Сейчас, так сказать, думаю, может быть, в каком-то более серьезном партнерстве, но пока что тоже в разработке. Ну, хорошо, ладно, спасибо большое. Ну, и давай, напоследок я у тебя спрошу про ваши соревнования. Как давно вы начали их проводить? Мы начали их проводить, с первых, это наш был эвент 1 мая. Ну, это как раз-таки брейти-пати, да, как раз? Это был не пати, это уже были наши соревы, вот. Это был, так сказать, эвент на открытие сезона. В 2015-м году, да. В 2015-м год, да, 1 мая, вот, на трассе в Бибелево. А почему Бибелево, вы же Смотра-РЦ? Значит, объясню, почему тот этап был в Бибелево. Это было, собственно, несколько причин. Во-первых, там был изменен конфиг, 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 то есть, ну, как бы, интересно было посмотреть, как, так сказать, пилот покажется на этом конфиге. Во-вторых, что-то на тот момент, кстати, был небольшой дождь, и поскольку была погода плохая, переносить было уже нельзя. Ну, наруха приехала, там, из Саратова, из Воронежа, там, ну, нехорошо переносить уже было. На смотри, как бы, там, получается, высокая площадка, там, да, и сильный ветер, и, как бы, этому трассе в Бибелево. Вот, и потом мы уже начали, соответственно, нашу лигу, то есть, 6 сезонов, 6 этапов, из которых идут 5 зачет. У нас этот сезон оказался укороченным. У нас был старт 15 июля, то есть, вторая половина 15-го года. Вообще, в этом сезоне у нас будет 10 этапов в следующем, 9 зачет, ну, примерно. Не, ну, про это ты говорю. Вот, начался в мае, смотри. Нет, в мае это ивент. Я про лигу началась в конце июля. Хорошо, в конце июля. Смотри, уже, получается, прошло сколько? 5 месяцев прошло. Да, 5 месяцев. Даже, ну, больше, даже, наверное. Ну, меньше. Даже 6 месяцев. В конце июля, ну, август, октябрь, октябрь. Ну, хорошо, ну, смотри, август, июля, да, я ошибся. 3 месяца. Ну, нет, ну, даже... Ну, 3 месяца. Давай, хорошо. 3 с половиной, 4. Подожди, подожди. Вот, 4 месяца прошло. Ну, за 4 месяца 3 этапа, по-моему, это как-то мало даже. Если бы вы планировали провести вообще 6. У нас есть такая политика, что этапы не должны быть слишком часто. Этап не должен быть каждую неделю, каждые 2 недели. Как бы пилот должен прикатываться к, так сказать, шасси, прикатываться к надстройкам, прикатываться к конфигурации трассы и уже потом показывать результат. Я не вижу смысла проводить этапы каждую неделю, каждые 2 недели, чтобы, как бы, ну, чисто, ты прям, кто лучше, кто лучше, кто лучше сегодня, я тут завтра иду, завтра иду. Пускай люди тренируются, пускай будут какие-то пилоты, там, уже заведомо катать лучше, какие-то заведомо хуже. Но те, кто катают хуже, там, или там, новички, да, они пускай тянутся тем, кто катает лучше. А те, кто лучше, пытаются, так сказать, не отстать от тех, кто, так сказать, их, можно сказать, догоняет, и идти к более высокому уровню арседрифта в нашей стране. Очень многие думают, то, что мы организуем соревнования по арседрифту, это, так сказать, для извлечения прибыли из этого. Скажу сразу, нет, это создано не для этого, ни в коем случае. Все взносы всегда, так сказать, тратятся, так сказать, чисто, так сказать, там, на призы, там, или там, на, так сказать, подобное, чтобы, да. Потому, и скажу даже честно, мы на каждом этапе, на каждом этапе мы в минус. Но, так сказать, наша задача поднять уровень арседрифта в России, поэтому, как бы, ну, пускай в минусах ничего страшного, зато, как бы, для нас есть приоритет поднять уровень арседрифта в России, поднять технику, поднять, ну, как бы, может, приблизиться даже не к Японии, может, потому что в Японии немножко по-другому, как бы, катаю, там, к Европе даже, наверное, да. К Западу. К Западу, да. Ну, хорошо, спасибо, Андрей, большое тебе за интервью, вот. Давайте, все. Субтитры создавал DimaTorzok За первое место, Тор-1-я таблица смотрев левый в 2017 году награждается Багадай... И на солевый, по-дратски, ты понимаешь, что мы лучшие солевые? Не у кого нет, это нехороший тарел, как у нас, блядь, я тебе отвечаю. Подписывайтесь, ребята, ставьте лайки. И приходите на пацанский сервер. Ну, в принципе, да, есть такая... Ну, вот, поэтому и цены в магазине у нас тоже такие, как бы, пытаемся сделать так, чтобы была небольшая разница. Мы не тупые какие-то перекупщики, которые просто покупают товары... Ну, да, купил за 500, там, продал за 1000. Ну, да, мы как бы, мы не до этого стараемся, мы пытаемся сделать так, чтобы было все доступно и в ближайшие сроки. То есть у нас товар заказывают, человек его обработал, человек его доставил, все. Мне кажется, самая крутая фишка, то, что у вас это бесплатная доставка. Мне кажется, это многим плюс, например, заказал, там много деталей, не надо ехать, никуда ждешь, просто там день-два, не знаю сколько. Ну, это было решено сделать тем, что наши цены не особо отличаются от каких-то московских магазинов, но все же сервер... Продолжение следует...